Сейчас все ждут, как на задержание российских журналистов отреагирует Петр Порошенко. Для него это станет первым тестом после официального вступления в должность. Церемония инаугурации прошла сегодня в Киеве. Первым указом новый глава возложил на себя обязанности Верховного Главнокомандующего. О символах и заявлениях репортаж нашего корреспондента Елена Пич. Начало церемонии инаугурации нового президента Украины омрачил небольшой инцидент. Из-за 30-ти градусной жары солдат, стоявший в почетном карауле, упал в обморок и уронил карабин, едва ли не под ноги, идущему по красной дорожке Порошенко. Местное телевидение транслировало церемонию в прямом эфире. Россию на ней представлял посол нашей страны в Киеве Михаил Зурабов. Гостей было довольно много. Среди них, например, Александр Лукашенко. Он, как рассказывают очевидцы, приехал в кортеже из 11 автомобилей. Такого количества машин не было ни у одного другого гостя. США прислали вице-президента Джо Байдена. Были также лидеры Польши и Литвы, глава венгерского правительства, представители ЕС. Режиссеры трансляции несколько раз показывали теперь уже первую леди Украины, Марину Порошенко. Она пришла на церемонию инаугурации мужа вместе с младшим из четырех детей, сыном Михаилом. Я, Порошенко Петро, волею народу, обранный президентом Украины. Руку Порошенко держал одновременно и на Конституции, и на Евангелии 16 века. Это традиция. Все дело в том, что во время инаугурации первого президента в декабре 1991 года у страны еще не было основного закона. После принесения присяги новому главе государства вручили президентскую печать, а затем булаву, которую он поднял высоко над головой. Можно ли это считать символом того, что Порошенко будет действовать жестко, пока непонятно. В его первой речи в новом статусе были как призывы к миру, так и угрозы. Я не хочу войны, я не хочу мстить, хотя перед глазами большие жертвы, понесенные украинским народом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины. Поэтому начинаю свою работу с предложения мирного плана. Настоятельно призываю всех, кто незаконно взял в руки оружие, сложить его. Порошенко обещает амнистию, но при этом с нынешними лидерами Донбасса почему-то разговаривать не хочет. Их он назвал, цитата, стрелками, абверами, бесами и прочей нечистью. Ему нужны другие переговорщики. А чтобы они появились, надо якобы провести в регионе выборы. Как это сделать в условиях фактически идущей гражданской войны, Порошенко не уточнил. К жителям Донбасса новый президент отдельно обратился по-русски. С чем я как президент приеду к вам в самое ближайшее время? С миром. С проектом децентрализации власти. С гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка. С твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных. С уважительным отношением к специфике регионов. К праву местных громад на свои нюансы, в вопросах исторической памяти, пантеона героев, религиозных традиций. Что означают слова гарантия свободы русского языка не совсем понятно. Так как Порошенко в той же речи заявил, что украинский язык по-прежнему останется единственным государственным. А Украина унитарным государством. Он также пообещал, что в ближайшее время отправится на восток страны. Мы поинтересовались у жителей Донбасса, чтобы они сказали Порошенко в преддверии такого визита. Я скажу, чтобы он пусть приедет с чем-то конкретным, а не просто разговаривать руками. И пусть он прежде всего пойдет к тем, чьи дома разбомбили и кто сидит в подвалах. И расскажет им свою точку зрения. Он может все это остановить и вступить в переговоры с нашими людьми, с людьми Юго-Востока. И услышать, что они хотят. Ну, честно, в сердце я уже думаю, может быть уже поздно. Потому что столько людей уже мирных погибло, что я не знаю, кто сможет это остановить. Порошенко заявил, что Украина никогда не признает отделение Крыма. Еще одним важным пунктом в инаугурационной речи стала возможность подписания соглашения об экономической ассоциации с Евросоюзом. Оно, как говорят специалисты, тяжело ударит по экономике страны. Но Порошенко это не останавливает. Он планирует подписать документ до 27 июня. Ранее политик, правда, говорил, что не хочет спешить с этим шагом. Приглашенные гости активно комментировали услышанную сегодня речь. Так неожиданно миролюбивое заявление сделала президент Литвы. Я думаю, что война вообще не выход. Все проблемы нужно решать около стола. То есть говорить через диалог. И самое главное слушать и слышать. В том числе ваши и восточные регионы. Они тоже имеют право на свою индивидуальность, на свою особенность. Посол России на Украине Михаил Гурабов назвал речь Порошенко обнадеживающим фактором. Но это, по его словам, пока всего лишь декларация о намерениях. Для нас принципиально важным является остановить войсковую операцию. Конечно, при условии, что ополченцы со своей стороны также должны прекратить боевые действия. Это создание гуманитарных коридоров. Это нормализация гуманитарной ситуации, прежде всего, в отношении мирного населения. И во всех этих вопросах Россия готова самым тесным образом сотрудничать с украинской стороной. На этом фоне глава Народной Луганской республики Валерий Болотов заявил, что пока украинская армия стреляет по жителям Донбасса, переговоры невозможны. С сегодняшнего дня Украина получила президента. И теперь на его совести будет кровь как наших жителей, так и граждан Украины. Что касается переговоров с Киевом, могу заявить, что пусть Украина разговаривает с народом нашей республики, а не с бандитами и террористами, как они нас называют. Если они считают, что мы здесь все террористы, то и разговаривать нашему народу с ним не о чем. Вице-премьер Донецкой народной республики Андрей Пургин в интервью РИА Новости сообщил, что речь Порошенко не слушал, так как ему это неинтересно. В регионе идет война, и сначала надо хотя бы остановить боевые действия и обменяться пленными. Елена Пич, Максим Семин, Первый канал, Киев.